Сквир за оперным театром в недалеком прошлом был запущенным и неприглядным. Теперь его можно назвать одним из самых популярных мест отдыха горожан и детворы. В прошлом году были проведены работы, которые полностью его изменили. И в плане ландшафта, и в плане функциональности. Объем работ по дальнейшему благоустройству и озеленению по-прежнему остается большим. Но основные деревья были высажены. Это такой действительно серьезный сегодня такой финальный аккорд, потому что мы понимаем, что весной уже сажать дальше большие деревья нельзя. Можно сажать только кустарники, цветы. А по большому счету весенние посадки мы вот так внутренне для себя заканчиваем. Многие горожане и коммерческие компании, узнав об акции высадки деревьев, решили принять в ней участие. В этот день, 27 мая, в сквере за оперным театром было высажено 250 кустов сирени, 15 берез и 4 рябины. На общую сумму более 3 миллионов рублей. Так что саженцев хватило на всех желающих. Нам еще надо сделать здесь такой защитный слой, чтобы сквер защищать немножко от проезжей части. Поэтому здесь очень много еще что надо сделать, потому что вы помните, что сквер был дикий, постоянно хотели здесь застраивать. То есть это была такая мини-строительная площадка. Для того, чтобы увидеть сквер в полной красе, должно пройти не менее трех лет, когда все деревья и кустарники подрастут и будут цвести в полную силу. Ну а пока все посадки требуют бережного ухода. Для этого, по словам вице-мэра, Горзейнхоз создал специальную поливочную бригаду, которая будет следить и за высадками на вокзальном магистрале, и в этом сквере. В перспективе в городе появится еще одно место притяжения горожан. Мы будем делать такую очень культурную, как раз вот сферу здесь, что здесь будет кафе, трамвай, здесь же мы сейчас делаем закупки, у нас будет и туалет. То есть это будет такое комплексное место, где можно, например, молодежь хочет покататься на скейтах, волка и катается. Взрослые хотят посидеть, отдохнуть. В другой части сквера можно отдохнуть. Высадка саженцев прошла в праздничной обстановке. Все участники акции с энтузиазмом выполнили работу. Ну а сказочный персонаж Лесодар, возможно, и не зря присутствовал на этом мероприятии. Я бы хотел, чтобы наши парки города Новосибирска цвели и благоухали, и чтобы было очень аккуратно. Сквер живет уже своей жизнью. Здесь прогуливаются горожане и активно играют дети. Теперь требуется только одно – бережно относиться к новому зеленому островку в центре Новосибирска.